Продолжение следует... Продолжение следует... Мы выиграли чемпионат, мы выиграли кубок. Вроде бы все хорошо, но, если честно, я бы поставил плохую оценку за выступление в Лиге чемпионов. За прошлую Лигу чемпионов мне стыдно перед нашими болельщиками. Мы перед ними в долгу. Я убежден, что мы все сделаем для того, чтобы исправить свои ошибки. Этот сезон многому нас научил. Да, пришлось снова пережить тяжелые моменты неудач, обидное поражение, давление со стороны прессы. Но все же гораздо чаще мы радовались своим ярким триумфом и новым трофеем. В восьмой раз «Шахтер» завоевал Кубок Украины и в седьмой примерил на себя золотые медали чемпионата. Сейчас уже почти никто не вспомнит, сколько труда было положено на алтарь победы. Сколько сил и эмоций удано чемпионской гонке. Сезон мы начали не совсем удачно. Фиаско в матче за суперкубок, да еще и самому принципиальному сопернику. Не тот результат, которого от команды ждали и болельщики, и руководство, и тренерский штаб. Да, тогда многие не придавали особого значения трофею как таковому. Ведь «Шахтер» стал абсолютным триумфатором на всех фронтах, завоевав сначала чемпионское звание, а затем и Кубок Украины. Но все мы прекрасно знаем, что любой поединок против киевского «Динамо», пусть даже товарищеский и, казалось бы, ничего не значащий, все равно особенный. Это борьба принципов, идей это всегда больше, чем матч. Я считаю, что игры за суперкубок, когда одна команда выигрывает, и чемпионат, и Кубок вообще не должны проводиться. Потому что мотивация в этих матчах бывает только у одной команды. Команды, которая хочет что-то доказать. «Шахтер» на эту встречу вышел расслабленным. Об этом после матча заявит сам Мирчелу Ческу. В свою очередь столичный клуб был сверхмотивирован. Уж очень хотелось «Динамо» взять реванш у Горняков за поражение в финале Кубка Украины. Потеря концентрации в стане оранжево-черных привела к тому, что уже на пятой минуте поединка Ярослав Ракицкий в собственной штрафной сбивает Андрея Ермоленко. Главный арбитр Юрий Вакс без колебаний указывает на точку. Удар Андрея Гузева. Счет в матче открыт. Во многом этот мяч предопределил судьбу всего поединка. И несмотря на то, что нам удалось благодаря голу красавца Фернандиньо довольно быстро сравнять шансы, все же надо признать, в этот вечер «Динамо» хотела победы больше. Все старали, все били, все хотели выиграть эту игру, особенно не для того, что это суперкубок, а для того, чтобы мы играли с «Динамо», это был как наш соперник. Поэтому хотели выиграть и суперкубок, но проиграли, ничего не поделаешь, это футбол. Конечно, да, когда ты выиграешь кубок и чемпионат, конечно, да, уже как бы матч этот суперкубок, он как бы, наверное, больше выставочный такой, как бы, может настроить, такого нет. Да, ну, все равно как бы настраиваешься, понимаешь, что это кубок-трофейк. Покинуть поле боя на щите в битве с главным конкурентом – как это скажется на старте «Шахтера» в национальной премьер-лиге? И не возникнет ли у команды проблем в психологическом плане? Пожалуй, эти вопросы волновали болельщиков больше всего. Однако уже первый матч чемпионата заставил всех убедиться в обратном. С какой же легкостью была разобрана на части киевская оболонь? Четыре безответных мяча на глазах у 35 тысяч родных фанов. Именно в этом матче отметил свое возвращение в «Шахтер» голом Евгений Селезнев, который по окончании сезона подтвердит звание лучшего бомбардира Украины. «Шахтер» играл дома, первую игру 4-0 в игре, поднял уверенность. «Шахтер» уже опытная, молодая команда. Не можем говорить, что у «Шахтера» уже опыта нет. «Шахтер» играет с игроками вместе уже 5-6 лет. Поэтому все прекрасно знают чемпионаты Украины. И все прекрасно знают, если успешный старт будет, что сезон будет легче. Первую осечку мы допустили там, где от нас ее никто не ждал. Выездной матч против столичного «Арсенала». Поединок, который, в общем-то, не сулил «Шахтеру» ничего плохого. Одиннадцатая минута. Счет на табло 1-0 в нашу пользу. Снова роль первой скрипки на себя берет вернувшийся в строй после тяжелой травмы Фернандиньо. Забей, горняки, второй гол, и можно было бы практически не сомневаться в положительном исходе. А так скользкий счет невольно заставлял нервничать нас и оставлял надежду соперника на спасительную ничью. И вот, когда «Шахтер» уже мысленно находился в разгивалке, подкараулил наших защитников Иону Цмазилу. Было обидно пропускать в конце уже. Когда уже можно изменить, конечно, тяжело что-то уже. Остается буквально 2 минуты до финального свистка уже. И менять очень тяжело что-то было. Проходят еще несколько туров, и мы снова теряем очки и снова в выездном поединке. На этот раз непреодолимым барьером для донецкой команды становится одесский черноморец. Причем эта ничья стоит нам первого места в турнирной таблице. Морально уже были в разевалке, можно сказать, были уже в такое состояние, что думали, что уже выиграли эти игры. И поэтому, думаю, пропускали уже в последние минуты. Но есть свои плюсы от этих двух игр, потому что они нас сделали более сильные во время всего чемпионата. Буквально за несколько дней до поединка в Одессе мы узнали своих соперников в групповом этапе розыгрыша самого престижного клубного Евротрофея. К этой лиге чемпионов Шахтер подходил с высоко поднятой головой в статусе четвертьфиналиста. В памяти еще свежи были те триумфальные матчи против лондонского Арсенала, «Партизана», «Браги» и, конечно же, «Ромы». В этом сезоне мы попали во вторую корзину посева, что теоретически давало определенное преимущество. Жребие третил Шахтер в группу «Джи», где компанию ему составили «Питерский Зенит», «Португальский Порту» и дебютант лиги «Кипрский Апоэл». Фух, ну, наконец-то нет Барселоны, нет Реала, нет Манчестера с Челси и Баварией с Миланом. Наконец-то нам попалась нормальная группа с вполне проходимыми соперниками. Тогда так подумали многие, что скрывать, даже сами футболисты Шахтера. Эксперты тут же вывели нас в следующий раунд и стали подсчитывать еще не набранные баллы. В одну группу попали три обладателя Кубка УЕФА – «Шахтер», «Зенит» и «Португ». Да, у нас не было грандов, но все команды были примерно одного уровня. Конечно, все эти разговоры о том, что мы, так сказать, без проблем выйдем в плей-офф, не могли не повлиять на психологию некоторых футболистов. За это нас потом и наказали. Вы знаете, это всегда так. Когда нас не считают фаворитами, мы доказываем всем. Когда нас считают, так получается, мы не можем. Было очень много разговоров. Проходная группа, уже не первое место. Сразу уже вышли, уже играем в четвертьфинале. Еще кто-то попадется. Были разговоры, прекрасно помню. Первый матч на выезде против португальского Порту, как оказалось, стал роковым для «Шахтера». Уже после завершения группового этапа Мерчелу Ческу заявит, что именно эта игра сказалась на действиях его подопечных в оставшихся поединках Лиги Чемпионов. Горники не только надломились психологически, но еще и потеряли двух ведущих центральных защитников. Я говорил тогда и говорю сейчас. В Лиге Чемпионов для нас все было решено после ошибок, допущенных немецким арбитром в матче с Порту. Подрезал он нам крылья, такой молодой команде, которой все-таки еще является «Шахтер». Эти ошибки рефери наложили свой отпечаток на игру команды в последующих матчах Лиги Чемпионов. Хотя начиналось все для нас не так уж и плохо. 12-я минута, хлестки ударом Виллиана, неуверенная игра вратаря Порту Элтона и Луиса Дриана открывает счет голам «Шахтера» в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов. Однако наша радость была недолгой. Звезда португальского клуба-бразилец Халк пушечным ударом со штрафного поражает ворота Александра Рыбки. А в конце первого тайма мы вовсе остаемся в меньшинстве. За вот этот фолл против Жоао Маутиньо немецкий арбитр Феликс Брых без раздумий удаляет Ярослава Ракицкого. Я считаю, не стоило бы мне так сильно катиться. Я пустил мяч, хотел, ну, там, желание, хотел забрать его. Но получилось так, что Маутиньо, по-моему, был, красиво подставился, ну, и он хорошо заплакал. На судью это повлияло, тем более играли на выезде. И он меня без вопросов удалил. Я считаю, что красная была, да, ну, это как судья решит. Мог дать и желтую, мог дать и красную. Он выбрал красную и все. До первой красной карточки у них почти моментов не было, можно сказать. И игра была в наших руках. А после первой красной карточки уже, можно сказать, игра пошла уже на пользу порта. И судья уже, как можно сказать, помог им, чтобы они выиграли в этой игре. Трибуны стадиона Драгау завелись еще больше. А впереди 45 минут. 45 минут, которые нам надо было сыграть в десятером. Опытный Лучески понимал, удерживать результат бессмысленно. Нужно забить еще хотя бы раз. Однако едва прозвучал свисток, возвестивший о начале второго тайма, как мяч влетел в наши ворота. Но даже и после этого у нас были моменты, чтобы увезти из порта хотя бы ничью. Шансы на спасение стали совсем призрачными за 9 минут до финального свистка, когда Феликс Брых показал вторую желтую карточку Дмитрию Чегринскому. Разочарование на лице Мирчелу Ческу было не скрыть. Явно не такого старта в Лиге Чемпионов ждал тренер от своей команды. Если бы выиграли порт, то очень большую работу бы сделали. Я считаю, чтобы все было по-другому. И красная карточка Ракинского, и три игры, которые получили, очень много. И, конечно, если убираешь одного из лучших центральных защитников с командой на 2-3 игры, это очень большая потеря за Шахтер. Но это был лишь первый матч. Нам нужно было как можно быстрее забыть этот результат и готовиться к поединку против темной лошадки турнира – кипрскому Апуэлу. В первом туре группового этапа команда Ивана Ювановича сенсационно обыграла дома «Зенит», дав понять Шахтеру, что нужно быть на чеку. Матч против чемпиона Кипра стал матчем неиспользованных возможностей. Мы имели преимущество во всех компонентах игры, на каждом сантиметре поля, нанесли в 8 раз больше ударов по воротам и почти в 2 раза превосходили соперника по проценту владения мячом. Но футбольные боги в тот вечер были точно не на стороне донецкой команды. А после удара Ивана Тричковски и вовсе стало как-то не по себе. Мы понимали, довел результат на нас, наверное. Все-таки мы понимали, что надо выигрывать. Моменты, которые создавали, наверное, надо было где-то хладнокровнее сыграть, где-то что-то, но не получалось, не могли забить. В итоге пропустили. Очень хорошо помню этот матч. Единственное, чего нам не хватало в игре с Апуэлом, это удачи. Мы контролировали ход игры и доминировали на поле. А потом, после первой же опасной атаки соперника, получили гол в свои ворота. Естественно, после такого мы просто потеряли уверенность в себе. Домашний матч с «Зенитом» во многом стал ключевым в борьбе за выход из группы. Естественно, интерес публики, кроме всего прочего, подогревал сам факт приезда в угольную столицу команда известного итальянца Лучано Спалетти. Противостояние двух сильнейших клубов постсоветского пространства, чемпионов России и Украины, обладателей Кубка УЕФА. Но для нас все это ушло на второй план. Ситуация в группе обязывала собраться силами, во что бы то ни стало дать результат. Два потрясающих гола бразильцев, Виллиана и Луиса Адриана, не помогли нам добыть столь желанной виктории. После матча Луческо признается, что такой игрой от соперника он не ждал и назначит лучшим игроком поединка вратаря Александра Рыбку. Дважды ведя по ходу встречи, мы в итоге довольствовались лишь ничьей. Отлично сыграл Саня Рыбка. То есть, можно сказать, он переламывал ход игры на нашу пользу, потому что и нам удалось за счет него как бы найти тут 2-1, мы выигрывали. То есть, ну, потом ряд ошибок случился и, можно сказать, пропустили. А если бы мы выиграли, никто бы не говорил, как мы играли, там, хорошо, плохо. То есть, всегда результат остается, игра забывать. Поединок с харьковским металлистом мог дать новый импульс. Виктория над сильным соперником была необходима как воздух. Нужно было вновь поверить в свои силы, почувствовать вкус победы, а заодно и реабилитироваться перед болельщиками из-за неудачи в Лиге Чемпионов. Настатник металлиста Мирон Маркевич долго ждал этого дня и, наконец, подтвердил небезосновательность своих амбиций. В глубине души затаилась тревога. Все вокруг тут же заговорили о кризисе в команде, только ленивый не рассуждал о конце эры Лучевску в Донецке и о его давно изученной всеми манере игры. Нет, кризиса не было. Ну, у каждой команды бывает черная полоса и белая полоса. Думаю, что у нас эти игры были черные полосы, потому что чего-то команда... Ну, команда все делала, просто чего-то им не хватало. Думаю, что вот белой полосы не хватало в этих играх. Поражение в игре с металлистом отбросило нас на третью строчку турнирной таблицы. А впереди кубковый поединок с киевским «Динамо». Матч, который в итоге полностью опроверг все домыслы скептиков о кризисе в команде. Красивая выездная победа над главным конкурентом. Что может быть лучше? Тем более, что до этого шахтер не побеждал в Киеве восемь последних лет. Наверное, скорее всего, ключевая игра была это на кубок с «Динамо». После нее мы... Ну, на выезде я смотрел просто по ребятам, когда выиграли 3-2. Ну, можно сказать, когда ты обыгрываешь конкурента своего, еще и на кубок выбиваешь. То есть... Ну, внутри происходит где-то... Ну, как бы облегчение, уверенность в своих силах появляется. Мы «Динамо» просто... Просто... Ну, просто убили в Киеве. Било, что 2-0 за нас. 2-1, 3-1, 3-2. Еще Милевский рукой принимал мяч. Поэтому шахтер, когда хочет, когда настроек хорошего, шахтера никто не может обыграть. Победа над «Динамо», безусловно, подняла настроение в стане оранжево-черных, что было крайне важным перед поездкой в Санкт-Петербург. Ответный матч с «Денитом» имел для нас судьбоносное значение. Очевидно, поэтому и отправился шахтер в культурную столицу за два дня до поединка. Мерчи Лучевску снова пришлось сломать голову над определением состава. Ведь накануне решающего матча в клубном лазарете оказались Жатсон, Фернандиньо и Дмитрий Чегринский. Зрители на трибунах переполненного Петровского без устали скандировали только одно. Наше имя – «Зенит». Какой-то момент напряжение достигло своего апогея. А перед самым свиском на перерыв стадион взорвался овацией. Николас Ломберц замыкает подачу с углового и выводит свою команду вперед. Как выяснится чуть позже, гол бельгийца станет единственным в матче. Одним из лучших в составе шахтера снова окажется голкипер Александр Рыбка. Поражение фактически лишает нас шансов на выход из группы. Если бы нам удалось забить первыми, думаю, были бы неплохие шансы увезти из Санкт-Петербурга три очка. Но побеждает та команда, которая играет лучше. «Зенит» выглядел лучше нас как в Донецке, так и у себя дома. Несмотря на психологический удар, горняки продолжают бороться за золото чемпионата. Непростые победы над Оболонью и Донецким Металлургом, а также ничья «Динамо» в поединке с Таврией позволили нам сократить отрыв от конкурента до одного пункта. Но все же главный матч осени еще предстояло сыграть. Все или ничего. Именно так можно было охарактеризовать домашнюю встречу шахтера спорту. Последние шансы исправить турнирное положение и зацепиться за еврокубковую весну. Ничья «Зенита» и «Апаэлла» еще до начала поединка в Донецке закрыла команде «Луческу» двери в плей-офф самого престижного клубного евротрофея. Нам оставалось сбиться за Лигу Европы. Дважды Луис, Адриано и Фернандинья проверяли на прочность каркаса ворот Элтона. А на 79-й минуте все тот же «Халк» в один момент похоронил наши надежды на еврокубковую весну. Мирчелу-Ческу оставалось только одно – просить прощения у болельщиков за эту Лигу чемпионов. Я после того матча извинился перед всеми нашими поклонниками за выступление команды в Лиге чемпионов. Повторю, что у нас все пошло не так с первой игры. Порту показал свой крепкий характер, хотя до мяча «Халка» у них практически моментов не было. Обычно везение сопутствует смелым. Наверное, в том поединке наш соперник был смелее. Войзной матч против АПЛ для нас не имел никакого турнирного значения. Киприоты, став авторами настоящей сенсации, к этому поединку подходили в статусе лидера квартета. Нам же нужно было сохранить свое лицо и доказать, что ничья в домашнем поединке была не совсем справедливым результатом. Галы Луиса, Адриана и Евгения Селезнева лишь подтвердили наше превосходство над соперником. Но было уже слишком поздно. Словно извиняясь перед болельщиками за неудачи в Лиге Чемпионов, «Шахтер» срывает злость на Карпатах, Арсенале и Кривбасе. В трех матчах подопечный Эмир Челуческу отгружает оппонентам 14 безответных мячей. Однако на зимний перерыв мы уходим, отставая от «Динамо» по-прежнему на одно очко. 6 января 2012 года. Канун одного из главных христианских праздников Рождества Христова омрачает страшное известие из Румынии. Наставник донецкого шахтера Мир Челуческу попал в автомобильную аварию. Мне сразу позвонили, сказали, что такое случилось. Конечно, я очень расстроился. Вы понимаете, мы уже с мистером работаем вместе девятый год. Мы понимаем друг друга с полуслова, с полувзгляда. Мы вместе разделяем боли и радость, вместе радуемся, то есть вместе страдаем. И, конечно, я когда услышал, я сразу принял решение поехать в Румынию, поддержать мистера. Эти кадры мгновенно попали в эфир десятков телеканалов. Фотографии заполонили сотни интернет-агентств. Глядя на все это, невольно бросало в дрожь. В голове крутились только одни мысли. Насколько серьезное повреждение получил наш тренер? Я полетел в Донецк сразу с директором клуба. Полетел через два дня в Бухарест увидеть мистера и... Ну, конечно, неприятно видеть человека, который любит, твоего друга большого. Я считаю, министр тренер, актера, и очень большим другом нашей команды, нашего клуба. Он попал в Бухаресте, у нас это все не так сильно освещает, ну, как бы, сказали попало, а что с ним неизвестно. Поэтому там прошло буквально сутки, когда уже там президент побывал, и доктор побывал, я звонил, доктор узнал, то есть, и он сказал, что, ну, все понятно, очень тяжелое состояние, но, говорит, все будет нормально. Да, написали авария, что-то, что именно, как с мистером, ну, никто не знает, просто ничего. Все-таки, ну, в Румынии, там, как-то, да, новости из интернета, как бы, это все равно, как бы, что написали, что не написали, мы не знаем, как бы, все-таки, все отдыхают в отпуске, находятся, как бы, и не понимают, что происходит, тоже пытались звонить, все время узнавать, там, доктора звонить, спрашивать, что случилось, там, как дела с мистером. Семь сломанных ребр, тяжелая операция и долгих полтора месяца реабилитации. Такими оказались последствия аварии для мистера. С грустью и слезами на глазах, со словами благодарности, добрыми пожеланиями и надеждами на новую встречу. Именно так, тепло и эмоционально в январе мы расстались с одним из своих ключевых футболистов. Жатсон провел в Шахтере семь ярких лет. Своей красивой игрой, великолепными голами, преданностью клубу бразилец заслужил любовь и уважение болельщиков. Поэтому сказать спасибо и до свидания полузащитнику в конференц-зал Донбасс-арены пришли не только журналисты, но и десятки болельщиков. Это был невероятно трогательный момент. Свою футбольную карьеру Жатсон решил продолжить на родине, заключив трехлетний контракт с клубом Сан-Паулу. Признался, что так будет лучше для семьи. Но мы-то знаем, что в Донецке его не забудут. Ведь Жатсон Родригес де Сильва навсегда вписал свое имя в историю Шахтера. Расставание с Жатсоном было очень цивилизованным и очень тяжелым. Этот футболист навсегда останется в нашей памяти. Его жена Рината ждала второго ребенка, и они оба хотели, чтобы он родился в Бразилии. В конце чемпионата мы вместе с командой сделали ему подарок – часы с надписью от Шахтера для Жатсона, как благодарны за те пять титулов, которые мы завоевали вместе с ним. Конец января знаменовался для нас еще одним громким событием. Спустя полтора года в команду снова вернулся бразилец Илсиньо. После всего, что произошло между ним и клубом, полузащитник нашел в себе силы признать свою ошибку и попросить прощения за свой поступок. Я очень рад, что он проанализировал, сделал правильные выводы и нашел в себе силы, и нашел в себе мужество честно, открыто признаться, что он совершил ошибку. А это самое главное для меня, когда я слышу человек честно, открыто говорить, что я совершил ошибку. Но в моем сердце Шахтер, я хочу именно прийти в этот клуб и хочу пронести пользу именно этой команде. Я даже был тронут, и мне было очень приятно, я сказал, добро пожаловать, Илсиньо, добро пожаловать. Я разговаривал с Илсиньо еще до того, как он прилетел в Донецк. Он раскаивался за то, что совершил, спросил, возможно ли, чтобы он вернулся и попытался исправить свою ошибку. Я, естественно, одобрил его решение, надеясь, что мы сделали хороший трансфер. Думаю, нам было бы сложно найти игрока такого уровня с его опытом за ту сумму, которую мы его взяли. Впервые за все время пребывания Мирчи Лучевску в Донецке шахтер отправляется на предсезонные сборы без главного тренера. Руководство команды на себя берут его неизменные помощники Александр Спиридон, Карло Николени и Массимо Уголени. Понятно, без тренера главного это, конечно, у нас, ну, как без рук вратарь, можно так сказать. Но все равно, то есть, я знаю всех и хорошо и Федоровича, и Карло, и Массимо, то есть, они очень великолепно справились своей работой. То, что результата, может, не было, да, но у нас была задача, не результат, а мы, получается, первый сбор, там нужно было физику как бы заложить. Вы чувствуете ауденство человека, да? Мы ощущали отсутствие мистера, скорее физически, духовно он был вместе с нами. Команда не первый год работает вместе. У нас сборы, процесс отлаженный. Практически все время подготовка к сезону проходит одинаково. Плюс с нами были помощники мистера. Ну и, безусловно, команда была очень дисциплинирована. Все понимали ответственность, которая на нас лежала. Этот тренер все-таки масштаба такого уровня, топ-тренер. И он знает, как нам подходят, знает, что обеспечить, знает, как тренировать. Скажу, Александру, Федорович Передонову, он как бы заменил его достойно. Он нас поднатягал, физику, мячики. Потом мистер приехал, мы уже были все готовы. Врачи разрешат мистеру присоединиться к команде лишь на третьем сборе в турецкой Анталье. Долгих два с половиной месяца разлуки, и вот он счастливый момент встречи тренера с командой. Мы его увидели, он сильно похудел тогда. Главное, что он был веселым, когда он нас увидел. Видно было, что он соскучился по ребятам, по тренерскому штабу, по докторам, по администраторам, по всем. И мы тоже радовались, увидев его, и подумав, что сейчас он с нами, и все будет хорошо, как было раньше. Конечно, радостно было видеть его в хорошем настроении, то, что он вернулся, все-таки, я думаю, это настроение придало, то, что он все-таки вернулся к команде, уже увидел всех ребят тоже, как мы его рады были видеть, конечно, очень приятно было. Я встретил мистера на рецепции гостиницы, и я, Александра, и Карла Николини. Привет, мистер, привет. Мистер так посмотрел, привет, Дарья, как дела? Хорошо, говорит. Теория через час. Сразу ищет комнату, где теория, сразу смотрит поле, сразу условия смотрит. Вот так поздоровались, поехали на тренировку, как бы мистер был с нами постоянно. Да. Времени для сантиментов не было. До старта весенней части чемпионата оставалось каких-то несколько недель. На сборах в Турции «Шахтер» устанавливает своеобразный рекорд. За 8 дней команда проводит 6 контрольных матчей и не проигрывает ни одного. С приездом Луческу все становится на свои места. Открывать футбольную весну нам предстояло матчем с неуступчивым Днепром. Единственной командой, которая в чемпионате страны ни разу не проиграла «Шахтеру» на Донбасс-арене. Удивительно, но подопечным Хуан де Рамоса и на этот раз удалось избежать поражения. Гол Матеуса, забитый не без помощи рикошета, заставил нас нервничать. Из-за спешки практически ничего не получалось в атаке. А тут еще и соперник грамотно сбивал ритм игры мелким полом. Я помню этот матч, как они играли. У нас моментов было миллион, мы просто не могли их забить. Они отбивались как могли. Я сказал, после этой игры что мы их сильнее на 100 голов, но мы их не забили. Под занавес первого тайма Генрих Мехитарян все же сравнивает счет. Но больше в этот вечер ни одной из команд забить так не удастся. Концовка матча запомнится лишь обоюдной грубостью, обилием карточек и удалением Манзюка. Днепр снова выстоял, а мы? Мы снова отдалились от первого места на три очка. Я помню, как после этой игры президент зашел в раздевалку и сказал, теперь у нас только один шанс. Нам нужно выигрывать все оставшиеся матчи чемпионата. Днепр добился того, чего хотел и теми способами, которые они считали приемлемыми. Они так радовали, что сыграли в ничью на Донбасс-арене, словно они выиграли чемпионат. Ни капли не сомневался в том, что мы сможем выиграть чемпионство. Потому что мы понимали, у нас игра из Динамо еще есть, и у них игры с другими соперниками непростыми есть. Мы где-то должны все равно терять очки. Нам главное надо было брать свое. Теперь ничего другого не оставалось. Необходимо было обыгрывать Дома Динамо. Только победа оставляла нам шансы в борьбе за чемпионство. Не это ли момент истины? Все или ничего? Матч сезона. Битва титанов украинского футбола вызвала в Донецке сумасшедший ажиотаж. Билеты были раскуплены за считанные дни. А неистовая поддержка трибун стала одной из важнейших составляющих нашего успеха. Неудивительно, что именно в этом матче был установлен новый рекорд посещаемости Донбасс-арены. Поболеть за любимую команду пришли более 53 тысяч человек. В тот вечер была фантастическая атмосфера на стадионе. Тысячи болельщиков. Порой в матчах такого уровня это играет ключевую роль в победе. Естественно, мы ощущали эту сумасшедшую поддержку и хотели сделать все, чтобы победить Динамо. и что случилось? Вы знаете, что Шахтер четыре раза играл с Динамо на арене, четыре раза выиграл, Динамо даже гол не забыл. Поэтому я считаю, что у Шахтера специально на стороне Динамо и Динамо на Шахтере. Это всегда будет украинский дерби настоящий. Это игра за нас решала все. Если Шахтер не выиграет, тогда Шахтер не станет чемпионом Украины. Редко, когда встречи Шахтера и Динамо обходятся без нервов, потасовок и удалений. Этот матч исключением не стал. Пожалуй, сейчас нет необходимости еще раз ворошить в памяти все то, что происходило в конце первого тайма. Об этом и так было сказано. Достаточно. Динамо приехал в Донецк даже за ничего, можно сказать. Не за победой, а за ничего. Они оборонялись десятером, оставив впереди только одного нападающего. Мы с первых минут начали атаковать, даже не думая о защите, потому что нам нужна была только победа, особенно против Динамо. И думаю, даже если не было бы красной карточки, то Шахтер сделал бы все, чтобы выиграть в этой игре. На второй тайм мы вышли с запредельным желанием забить. 56-я минута. Удар кучера на себя принимает штанга. Но тут, как тут оказывается, Алекс Тайшейра. Мяч за спиной Шавковского. Донбасс-арена ликует. А гол Ярослава Ракицкого, особенно ту радость, с которой наш защитник его праздновал, болельщики будут помнить еще очень долго. Это была победа. Победа, которой жаждала много миллионов огромная армия поклонников Шахтера. Я чувствовал гордость за Шахтер, за Донбасс, за всех болельщиков, за президента, за тренера, за команду, что я забил, не не важно, что забил бы, главное, что мы выиграли. А эти эмоции, это показало, что, ну, показало там на знак наш, что я люблю, я действительно Шахтер, и за них голову положу, грубо говоря. Своим фантастическим голом Ворота Шавковского Ракицкий искупил свою вину за те ошибки, которые он допускал на протяжении года. Главное, он сделал это в самый нужный момент. Был выигран поединок, но не чемпионат. Мы снова заняли привычное место в турнирной таблице, а раменство очков с конкурентом все чаще заставляло думать о золотом матче. Однако впереди была еще встреча с харьковским металлистом, болезненное поражение от которого до сих пор не выходило из головы. Победа на жилах в полуфинале Кубка Украины над Волынью отняла много сил как физических, так и моральных. Ну а ступиться за несколько шагов до финиша значит попрощаться с золотыми медалями. Стартовые минуты поединка в Харькове хотелось забыть как страшный сон. Подумалось, неужели это все? Такие матчи очень сложные, все было на нервах. К тому же, когда пропускаешь в дебюте поединка гол своего рота. Вначале мы вообще действовали неубедительно и мне порой было сложно понять, как мы можем забить и изменить ход игры. Давление на футболистов Шахтера нарастало с каждой секундой. Нужно было как можно быстрее сравнять счет. И Луис Адриано своего шанса не упустил. А фантастический гол Фернандиньо без сомнения стал для команды одним из самых важных в сезоне. Тогда я был на седьмом небе от счастья. Меня переполняло чувство радости. Для каждого футболиста гол – это пик эмоций. Конечно, я был очень доволен, что удалось забить, тем более такой команде, как металлист. радость после тяжелой победы над металлистом была несравнима с той радостью, когда мы узнали, что в параллельном матче Динамо сыграло в ничью с Зарей. Это означало только одно – шахтер в шаге от своего третьего чемпионства к ряду. Сидели в развивалке и ожидали, что за ряду Динамо все говорят, еще две минуты – 0-0, еще две, еще три, еще одна. Потом вышла раз, в развивалке говорили, все – 0-0. Ну, конечно, праздник был, мы совместные люди, опытные, и знаем, что у нас еще 90 минут осталось на Донбассе сыграть с Александрием. Но, с другой стороны, знаем, что мы фавориты, что, не знаю, что может случиться, чтобы шахтер не выиграл Александрию. А мистер начинает чуть-чуть косточки промывать, как бы, что там неудачно сыграли где-то, там моменты, ну, как бы, ошибались, там, да, менталист – хорошая команда, как бы, ну, потом, конечно, чуть-чуть, ну, радости, все поняли, что 0-0 все-таки, конечно, обрадовались, довольны все, и, конечно, были очень. Но прежде нас ждал финал Кубка Украины. Впервые в истории нашего футбола в решающем матче сошлись две донецкие команды «Шахтер» и «Металлург». Десятки тысяч болельщиков из столицы Донбасса заполонили трибуны Олимпийского в Киеве. 90 минут игрового времени не выявили сильнейшего. На гол Алекса Тейшейры «Металлург» отвечает точным ударом Николая Морозюка. Ничья 1-1. Дополнительное время. «Металлург» был супермотивирован. Забитый гол придал ему еще больше уверенности. Мы же, наоборот, стали спешить. Не хотели доводить дело до послематчевых пенальти. Это всегда лотерея. Но я снова хотел бы отметить пару центральных защитников «Ракидский кучер», благодаря которым мы забили решающий гол и выиграли этот трофей. «Шахтер» проявил свой кубковый характер. А славу героя матча по праву снискал защитник Александр Кучер. «Конечно, очень рад был, что забил. 2-1 все-таки выиграем. Дополнительное время уже погода такая, жарко. Тяжело было, надо было забивать, старались. Облегчение можно чуть-чуть. Не хочу никого обидеть, но мы очень здорово играли. Первый тайм вообще здорово смогли забивать. И второй, опять говорю, у меня получилось полсезона одни рикошеты. Маразюк бил, Леху попал, поменил. Они сравняли, но у них таких больше моментов не было. А у нас были. Хорошо, что Саша куча как мы говорим левым сапожком своим. Кубок Украины был в наших руках. Эмоции били через край, ведь это был первый трофей сезона. Но праздновать триумф не было времени. Через четыре дня предстояло сыграть последний, самый важный матч. Конечно, мало кто верил, что скромная Александрия, которая к тому моменту уже фактически попрощалась с премьер-лигой, сможет помешать Шахтеру завоевать очередное чемпионство. Главное, мы сохраняли спокойствие перед этой игрой. Все понимали, что до цели осталось сделать всего один шаг. Тем более, все было в нашу пользу. Шахтер играл дома с командой, которая намного слабее нас. Просто нужно было не пережать события. Два мяча, забитых Виллианом Хитаряном еще в первом тайме, предрешили исход матча, а Евгений Селезнев поставил эффектную точку в триумфальном сезоне Шахтера. Этот гол позволил нашему форварду во второй раз подряд завоевать звание лучшего бомбардира премьер-лиги. А дальше счастье, радость и, конечно же, шампански. Преследование Динамо было невероятно тяжелым. Хорошо, что мы были предельно внимательны до последнего тура. Очень много энергии потратили для того, чтобы догнать киевский клуб. Поэтому могу сказать, это был очень сложный чемпионат. Наши игроки заслужили максимум аплодисментов за то, что они сделали. Мы верили до конца, что можем выиграть чемпионат и доказали это. Эмоции не забываем, что ты становишься чемпионом третий год подряд. Ты доказываешь всей стране, кто смотрит тебя. Эта команда действительно лучше, чем другие наши команды Украины. Ну и мы будем доказывать это с каждым годом. Будем бороться, будем драться за эти медали. Все от нас ожидают больших успехов, больших трофеев. И мы это делаем, и на концу все счастливы. И футболисты, и болельщики, и президенты, и тренеры, и все люди, которые работают в нашем клубе, все люди, которые любят шахтера. За это играется в футбол. Футбол играется за трофеи. Поздравить шахтер с победой приехали звезды эстрады, которые до полуночи исполняли свои лучшие хиты прямо на поле Донбасс-арены. В эту ночь Донецк не спал. И у всех на устах была только одна фраза шахтер чемпион. Я был счастлив, как и все наши болельщики. Когда выигрываешь чемпионат, все-таки мы весь год трудились для того, чтобы держать этот кубок в руках. Я был счастлив от этого. Но на утро проснулся, и сам себе сказал, я буду очень счастлив, если мы выиграем четыре золота подряд. Не три, а четыре. Три уже выиграли, а хочется четыре. Поэтому у нас такие амбиции, все цели, все силы будут брошены на этот чемпионат, на эту Лигу чемпионов, на этот Кубок Украины. Так что же такое закономерность? Каждый это слово понимает по-своему. Мы в третий раз подряд стали чемпионами Украины. Красиво оформили золотой дубль. Между прочим, четвертый в истории Куба. Мы снова подтвердили, что являемся сильнейшей командой страны. Для нас закономерность. Это наши победы. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ